В хоккей играют не только настоящие мужчины, лед под властин и женщинам. Конечно, женских команд значительно меньше, чем мужских, всего четыре, но не меньше стремления и желания побеждать. Сегодня Ледовый дворец был отдан полностью под женский хоккей. Болельщиков немного, несмотря на свободный ход, но те, кто пришли, искренне болели за хоккеисток. Тем более, что уже в самом начале матча шайба попадала только в одни ворота. Мы не то, что болеем за проигрыш, мы просто болеем, чтобы хотим, чтобы они хотя бы забили один гол, потому что они проигрывают сухую. А так мы болеем за москвичеку. Сегодня на льду лидировала команда москвички, вот команда с мужским названием «Союз» не могла при всем старании изменить ход матча. Эта команда была расформирована три года назад. То есть ушел тренер, и девочки разошлись кто по одним командам, кто просто занялись другими видами деятельности и спортивными определенными моментами. Оказывается, эту команду собрали месяц назад исключительно для фестиваля «Ночная хоккейная лига». А тут еще не обошлось и без ложки дегтя. Пострадала при игре вратарь. На несколько минут игра была приостановлена. Болельщики ждали продолжения. Конечно, мы их в Москве сколько раз смотрели, как они играют азартно, девчатки играют. Интересные же такие какие-то. Москвички ликовали. Они состязались за выход в финал. И счет 12-1 их вполне устраивал. Интересно, у нас финал 9 числа, мы сейчас готовимся. Играем пас, наигрываем, сыграем тройки, чтобы 9 числа занять первое место. Это на льду они свирепые защитницы, а вне поля участницы вполне обычные мамы и жены. Вот и на фестиваль многие приехали целыми семьями. К необычному увлечению второй половины мужья относятся с пониманием. Очень положительно. Очень положительно. Всячески помогает. Отпускает на тренировки, на подкатки. А дома с детьми за главного. В День Победы станет известен лидер в женском хоккее среди команд Москвы, Казахстана, Пензенской и Самарской областей. Завершится фестиваль 10 мая гала-матчем с участием легенд отечественного хоккея и президента страны, который, как ожидается, тоже выйдет на лед. Елена Всецна, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.